Здравствуйте, Ирина! Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как быть моей дочери 18 лет? Она живет со мной, от Бога отошла, учится в колледже, прогуливает и хочет, чтобы я ее покрывала. Пастор с ней общался, звал ее и ее парня на альфа-курс, но они не пришли. О Боге она знает, но все разговоры ее раздражают. Показывает в сторону Бога непристойные жесты и говорит, что она сама творит своего счастья. На меня выходит из себя, когда я не хочу врать и говорит, что у нее ненормальная мама, помешанная на Боге. Как мне быть? Я молюсь, но иногда руки опускаются. Ирина, у меня в таких случаях возникает вопрос. Как вы молитесь? О чем вы молитесь? Если вы перекладываете ответственность на Бога и хотите, чтобы Он все сделал, не получится. Потому что Он вложил в уста родителей очень много. Он дал власть родителям. И потому у вас на самом деле есть право позвать Божье чудо на территорию вашей жизни. Но прежде всего предлагаю вам сначала задать Богу вопрос. Господь, что я в жизни моей дочери могла сделать иначе? Что я пропустила? Или какие моменты я могла бы изменить сейчас? Покажи мне. Господь вам напомнит какие-то ситуации вашего прошлого. Даже, может быть, от утробы. Какие-то моменты, какие мысли, какие чувства у вас были, когда вы носили ее в очреве. Какие конфликты у вас возникали в течение жизни. И так как, скорее всего, по образу поведения, что вы описали, это раненый человек. Кто ее ранил? И во многом это могли быть родители. Какие отношения с мужем? Есть ли отец у этой девочки? Если есть, то какие отношения с ним? То есть в любом случае вам надо разбирать вот эту анатомию вопроса. И тогда, когда вы ее сможете просмотреть, разобрать пред Богом и сделать те шаги, которые от вас Бог ожидает или предложит как минимум, то тогда вы увидите изменения и с вашей дочерью. Но все начинается с вас. Когда мы хотим изменить ребенка, у которого есть раны, может быть, нанесенные нами, то вы можете долго это делать. И она слушать вас не будет по большому счету, потому что ей надо понять, что она важна в ваших глазах. Сейчас она так не чувствует себя. Поэтому она огрызается. Поэтому для нее Бог, который занял, может быть, место, как ей кажется, ее в вашем сердце, она на него в обиде. Неосознанно. Но она ничего слышать о нем не хочет. И это говорит о том, что она на него огорчена. И поэтому, если вы начнете с ней просто по-человечески выстраивать отношения, задавать ей вопрос, что она хотела бы, готова ли она с вами проводить время, или вы предлагаете ей, может быть, съездить куда-то, что ей интересно и важно. Просто без всяких других разговоров провести с ней время. Ее сердце надо растопить. При всем этом параллельно продолжайте молиться, благословлять, утверждать в ее жизнь те благословения, которых, может быть, не хватало, просить о прозрении и утверждать, что ваша дочь надобна Господу, а значит, она ему будет служить. А я и дом, мы будем служить Господу. Исповедание надо продолжать произносить. И поэтому на самом деле Господь вам поможет. Просмотрите курс семейный, который в рубрике «Помощь для вас» на сайте. Об отношениях родителей и детей там еще пока материала немного. Все-таки в некоторых только занятиях они просматриваются. Но будут еще отдельные занятия, когда выйдут, не пропустите. Я благословляю вас на понимание, что мы сначала исправляем ошибки в собственной жизни. Также прослушайте программы, связанные с проповедью на тему зала суда. Тогда, когда вы решите со своей стороны перед Богом развяжете эти узлы, то вы можете входить в зал суда и ходатайствовать за свою дочь. Это программа, начиная с 22 января 2017 года, проповеди. Я желаю, чтобы вы на самом деле погружались уже в имеющийся материал. Его много. И когда вы будете откапывать свои колодцы, то потечет живая вода. Да благословит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok